За 20 минут судья Мусакожаева вынесла обвинительный вердикт в довольно скандальном деле. Судятся бывшие соратники по борьбе и члены общественного движения «Оставим народу жилье». Сулубикежа Сылыкова обвиняет Бахет Сулейменова в рукоприкладстве. Сама потерпевшая на первое судебное слушание не явилась. Обвиняемая напротив пришла лично и привела свидетелей. Впрочем, суд продемонстрировал не только высокую скорость отправления правосудия, но и нестандартный подход. Свидетелей слушать не стали, разобрались без них. Основной заявитель Сулубикен не пришла. А почему она не пришла? Вообще по закону, если основной заявитель не пришла, которая обвиняет нас в чем-то, суд не должен был состояться. А тут почему они решение такое сделали? Уже после скорого судебного заседания обвиняемая рассказала журналистам свою версию инцидента. Это она на меня напала первая. И несколько раз, ударив меня по голове, я взяла ее и оттолкнула. Все, больше с моей стороны никаких действий не было. Это произошло за какие-то секунды. Потому что она там написала, судебный медэксперт снял у нее очень много повреждений на шее, на бедре, на ногах. Это, я не знаю, нужно было ее, наверное, повалить на землю и бить до такой степени, чтобы у нее столько синяков было. Никаких телесных повреждений у Сулубики Жак Слыковой после памятной встречи в Алматинском офисе Нуротана, на которую пригласили проблемных ипотечников, не было, говорят свидетели, со стороны обвиняемых, которых сегодня не пустили в суд. Я думаю, нас специально не вызывали в качестве свидетелей. И прокурор занял сторону в Сулубике, потому что она связана с Акиматом. А наше движение объединяет людей, которые просто борются за свое единственное жилье. Ни на что больше не претендуем. Они посмотрите, что делают. 300 МРП или более полумиллиона тенге штрафа просили у судей прокурор в качестве наказания для Бахы Цулейменовой. Судя снизила требования до 50 МРП. Несколько лет назад Сулубики Жак Слыкова со скандалом разошлась с сестрами по несчастью из движения «Оставим народу жилье». Спустя некоторое время она возглавила новые движения, обеспечившие народ жильем. Таким образом, в Казахстане действуют целых два объединения с аналогичной аббревиатурой и целью. Вот только на фоне разборок лидеров делозащиты интересов их рядовых членов явно не побеждают.